Вопросы, которые рассматриваются под хадисом 417. Первый хадис, первый вопрос, ма'нан хадис. Какой смысл этого хадиса Анаса ибн Малик и о чем он говорит? Говорит, «Кал Ас-Синди фихашиятихи аля мусмад Ахмад». Сказал Ас-Синди в своих комментариях к мусмаду имама Ахмада. У тебя подпишите, кто такой Ас-Синди. Ас-Синди это Мухаммад ибн Абдул-Хад Ас-Синди. Мухаммад ибн Абдул-Хад Ас-Синди. Этот ученый являлся современником шейха Мухаммада ибн Абдул-Хаба Ан-Наджи Ат-Самими. Шейха Мухаммада ибн Абдул-Хаба Ан-Наджи Ат-Синди, его современник. А также имама Ас-Сан-Ани, также имама Ас-Сан-Ани. То есть эти три ученых, которые мы перечислили, были современниками, жили в одно время. Так вот, о Ас-Синди есть комментарии к различным книгам хадисов. У него есть комментарии к сборнику Бухари, сборнику имама Аль-Бухари. Также Абу-Дауда, Насаи и ибн Амадзи. Также к сборнику Абу-Дауда и Ан-Насаи и ибн Амадзи. Из них сохранились его та'ликаты, то есть комментарии к Насаи и ибн Амадзи. К Насаи и ибн Амадзи та'ликаты до нас дошли и сохранились. Что касается его разъяснений к мусмаду имама Ахмада, то они приведены в его тахтыхе. То есть те, которые делали тахтых на мусмад имама Ахмада, сейчас который известен так, среди людей, внизу, то есть в сносках. Если есть относительно хадиса, какие-то комментарии Ахсинди, то они приводят их. То они их приводят в мусмад. Говорит Камахи Тахтыхал-Мусмад, как об этом сказано в книге Тахтыхал-Мусмад, то что Ахсинди сказал. Внешне этот хадис, если посмотреть, то он говорит о том, о мигдаре ма-сират ал-каср. На каком расстоянии человек выйдет, может сокращать намаз. То есть можно понять это из этого хадиса Анаса Ибн Малика. Но основа этого хадиса, как мне кажется, говорит Ахсинди, то что это и есть тот самый хадис Анаса Ибн Малика, который пришел о прощальном паломничестве. То, что пророк, саллиллаху ли вассалям, совершил в местечке Зульхулейфа два ракаата. И смысл этого хадиса в том, что если пророк, саллиллаху ли вассалям, вышел на расстояние, или выходил на расстояние трех миль, с намерением, то что он сделает путешествие длинное, саллиллаху ли вассалям, то он уже совершал намаз два ракаата. То есть Ахсинди как понял этот хадис, Мохаммад Ибн Абдулгат Ахсинди понял, что если человек хочет совершить длинное путешествие с одного города в другой, например, между этими двумя городами 300-400 километров, говорит, когда он может сокращать? Не сразу, когда он выйдет из своего города, но когда он уже проедет три мили, три мили, с этого момента он может сокращать. Вот так понял Ахсинди, где это стоит. Понятно или нет? И заранее скажем, что это понимание неправильное. Так и ему противоречили понимание других ученых, которым мы зачитаем. Передал имам Аннауи от Захиритов то, что они считают, что минимальное расстояние, на котором может сокращать человек, это если он проедет три мили. И возможно, что в довод они на это взяли, то, что передает имам Муслим, а также Абудлауд, со слов Анас Ибн Малик о том, что Анас сказал. Посланник Аллаха, когда выезжал на расстояние три мили, а в парасих, или на расстояние три фарсаха, он сокращал намаз. И это самый достоверный хадис относительно этого вопроса и самый явный. То есть Асрах самый четкий. А некоторые противоречили в этом Захиритов и сказали, что в этом хадисе имеется в виду, что три мили это такое расстояние, которое если человек проедет, он может сокращать намаз. Говорит, ла гаят ас-сафр, ла гаят ас-сафр, а не, что длина самого пути. И говорит, что ни для кого не скрыто неправильность этого мнения. То есть, сейчас разъясним. Значит, Хавиз ибн Хадир приводит уже два понимания этого хадиса. Понимание Захиритов какое? То, что под тремя милями, имеется в виду, что если человек собирается проехать три километра, собирается проехать три мили, тогда он уже может сокращать. Даже если он эти три мили не проехал. Понятно или нет? Значит, я дома сижу, собираюсь поехать в путь. Путь у меня какой? Три мили. Три мили, мы сказали, это 6-9 километров. И когда я уже выеду с города, я могу начинать сокращать. Даже если я еще не проехал эти три мили. Это передал имам Ан-Нава, отколол от Захирита. Как об этом говорит Хавиз ибн Хадир. Говорит, а некоторые имеют в виду Ас-Синди. Или точнее, что? Не имеют в виду Ас-Синди. Но приводят это слово, и его придерживался кто? Синди. Некоторые говорят то, что только когда проедет три километра, тогда может начать сокращать. И говорит ибн Хадир, и нельзя кого не скрыться, что это мнение неправильно. То есть это мнение является неправильным. Я был из тех людей, которые ездили из Куфы в Бакру. И во время этого пути совершал намазы по два, по два ракаата, пока не возвращался. И сказал Анас ибн Малик, и Анас ибн Малик упомянул вот этот вот хадис. И с этого вопроса становится понятно, что он задал им вопрос, можно ли сокращать намазы в пути. А вопрос не был тот, или вопрос не заключался в том, с какого места можно сокращать намаз. То есть проехал ты три милии или не проехал три милии и так далее. И правильное мнение относительно этого вопроса, то что разрешенно сокращать намаз не связано с тем, чтобы человек сначала проехал какое-то определенное расстояние. Но что можно человеку сокращать, если он уже выйдет из своего города, откуда, который является отправной его точкой. А Куртуби вообще сказал, что этот хадис не годится в довод в этом опросе, так как в нем есть сомнения. То есть передача сомневается три мили или три фарсах, а разница большая. Три мили это от шести до девяти километров, а три фарсах это от двадцати четырех до тридцати шести километров. Так или что? То есть четыре раза больше расстояния. Говорит, поэтому нельзя брать в довод сразу три фарсаха. Потому что три мили ходит, что три фарсаха. И что нужно брать наибольшее расстояние. Нужно брать наибольшее расстояние. Чтобы не запутаться среди всех этих мнений, этот хадис, смысл его какой? То, что понимается из этого хадиса Анас ибнамалека вместе с вопросом Яха ибн Азида к нему. То, что Яха ибн Азида спросил его, могу ли я сокращать намаз в пути? И Анас ибнамалек ответил ему, когда пророк Саваласан выходил на расстояние такое-то и такое, то он сокращал намаз. То есть ответ был, для чего сказано? То есть для того, что да, ты можешь сокращать, если ты находишься в пути. И этот хадис в нем не имеется в виду, что если только ты проедешь три километра, точнее три мили или три фарсаха, с этого момента ты только можешь сокращать намазы. Это, иншалла, понятно. Вопрос более ясный станет дальше.